друзья мы счастливы вас пресса из недр главного магазина сети компании сплав который расположен столице нашей родины москве по улице на улице кетчерская дом 6 дом со мной списались компании сплав кирилл и сегодня мы поговорим про про четвертый слой про четвертый слой напомню что можно про четвертый слой как-то говорили на сегодня перед нами поэтому не будем сильно конструктив удаляться мы сегодня расскажем вам про нюансы да что наконец-то мольбы наших зрителей читателей смотри я нам компании сплав были услышаны компания сплав выкатила наконец-таки пока четвертый слой но мы-то надеемся что мы увидим и 5 в актуальных нынче расцветках а именно мультипад и мог и мог расскажите значит куртка ветровка четвертого слоя называется она сбора или бара все произносит по-разному но смысл в чем это именно ветровка стопроцентный нейлон довольно таки простой крой но при этом позволяющий получить доступ к карманам при надетых средствах индивидуальной защиты воротник стойка небольшая удлиненная спинка тракторная молния 1 по моему 1 замковая 1 замковая всеми любимые панели велкро на рукава обязательно даже карманы на предплечье утяжка по нижнему краю на по нижнему краю и друзья важный момент простой пак без вилка то есть манжет просто помогли просто подрезин вел корнякова нету что я могу сказать я довольно много же наша долгая я прям можно эт sequel то есть туда рекомендую всем в зависимости от того как вам кому как отсюда актуальдо кому актуально значит мультипад мультипад кому актуально мог мог зависимость от этого все кому не актуальна камуфлированное значит то соответственно она из валии до провели в чем прикол в качестве чего я это всем рекомендую я рекомендую данную ветровку всем в качестве демисезонной боевой рубашки. То есть элемент снаряжения, который носит в первую очередь с бронежилетом. Почему? Она в этом плане гораздо удобнее, чем куртка пятого слоя. Почему? Потому что она выполнена гораздо проще, она стоит дешевле и при этом она обладает всем функционалом, как именно боевая демисезонная рубашка, то, что от нее надо. Смысл в чем? Она отлично щет от ветра, великолепно щет от ветра. Неплохо от мелкого дождя, мелкие дождя она держит. Естественно, когда дождь усиливается, тут, конечно, чудес ждать не приходится, но, тем не менее, мелкие дождя она держит. Далее. Она обладает достаточной длиной для того, чтобы можно было надеть поверх нее бронежилет и разрушительный пояс. И она не выбивается из-под него в ходе активных движений. То есть она остается под разрушительным поясом, нормально, ничего не выбивается. Этим она, кстати, превосходит большинство курток пятого слоя от аналогичных, альтернативных производителей, мы их называть не будем. Которые с боевым поясом вообще невозможно носить. То есть куртку пятого слоя с боевым поясом носить невозможно. Одеваешь боевый пояс поверх, она выбивается. Одеваешь, соответственно, ее поверх боевого пояса не наденешь, потому что она перекрывает кобуру, перекрывает магазин и так далее. Здесь этого не происходит. И самое главное, она из-за, как сказать, простой конструкции низа, нету второй молнии, тут минимально выражено у тебя. Ну, то есть, ну, есть, но как бы простая конструкция низа. Они так сделаны, чтобы не мешать. Она позволяет заправить ее при необходимости в брюки. Понимаю, что это глупо звучит, но некоторые, например, разгрузочные пояса, которые по двухэтажной конструкции сделаны, когда у нас первый пояс, соответственно, используется как брючной с велкора, а второй одевается поверх него разгрузочной. С ним, его, это такой пояс, поверх куртки одеть нельзя. Его можно одеть только с курткой заправленной внутрь, ну, или с рубашкой заправленной внутрь. Соответственно, вот эта куртка позволяет ее заправить в брюки, в боевые, и одеть снаряжение поверх. И никаких проблем я так использовал и горе не знал. Далее, что еще очень хорошо? Ткань, несмотря на то, что вам она может показаться довольно воздушной и тонкой, она реально довольно неплохо держит, неплохо показывает неплохую устойчивость повреждения. Я и ползал в ней, и лежа, стоя с колена, переходил там на грунтах щебень, мелкий щебень такой, который довольно такой абразивный. Никаких проблем, ничего не порвал, еще не разорвал, все держится прекрасно. Понятно, если кто-то будет покорюче проволоки в ней ползать, она, конечно, из строя выйдет, но, в принципе, она как элемент, вот как четвертый слой, она просто идеальна. И вот в качестве боевой рубашки, демисезонной боевой рубашки она тоже идеальна. Вопрос с отсутствием капюшона. По-любому этот вопрос задают люди. Например, в ПКУ в четвертом слой капюшон есть, в Экваксе в третьей генерации, в четвертом слой капюшона нет. Друзья, куртка-ветровка, она называется ветровка. Она предназначена защита от ветра. От дождя не предназначена, она не защищает от дождя, она для этого не носит, она приносит защита от ветра. От ветра защищает, она работает прекрасно. Капюшон при защите от ветра, ну, можно, конечно, подтянуть его, да, что там, закрыть голову сказки где-нибудь в горах, там и так далее, чтобы было не холодно на сильном ветру, но специалисты компании «Сплав» решили, что если есть капюшон на пятом слое, на четвертом он... Ну, логика была следующей. Во-первых, капюшон мешает в процессе одевания, снимания брони той же. Также капюшон не всегда подходит на все виды шлемов, то есть либо это делается вот такой вот огроменный колпак, который просто мешает, либо он не делается вообще. И, опять же, при каких-то действиях постоянно присутствует у человека головной убор. Либо это шлем, либо это кепка, либо это что-то в этом роде. Смысл, друзья, смысл, короче, в чем? Я сейчас добавлю вам еще ништяк один, который забыл сказать. Значит, помимо того, что я использую эту куртку в сезонную боевую рубашку, ветровку, я ее использовал как промежутный утепляющий слой, что, собственно, в концепцию ветровки укладывается, когда она надевается под, даже в том числе и седьмой слой, под низ, то есть я ее носил, не носил пятой, а вот использовал ее, и в том числе я ее одевал под утепленную куртку седьмого слоя. Прекрасно, она из-за минимизационной конструкции, она нигде не мешает, ни с чем не конфликтует, великолепно себе ведет. И, благодаря тому, что она занимает в упакованном виде довольно немного места, это вот я не, короче, не занимался вот этим вот сейчас, знаете, вот это как лайфхаки, как надо упаковать. Я его взял и просто сложил, и все, в любой рюкзак, в любую сумку, в любой рюкзаке, под клапан рюкзака, куда угодно. Она кладется летом, короче, круглый год ее можно использовать, и великолепно она себя показывает. И еще раз обращаю внимание ваше на то, что она, если мы говорим про китель, не про булую рубашку, а про китель, она и превосходит китель функционально. Почему? Китель сделан из смесовых материалов, если он намокнет или промокнет под бронежилетом, вы его, короче, одябните сушить. Ветровка эта высыхает вот так. То есть, вы бронежилет снимаете, она под бронежилетом, естественно, мокрая, конечно, потому что бронежилет не испаряет. Она мокрая, буквально проходит времени, там, ну, не знаю, 10 минут, может быть, она сухая. Поэтому, где-то так. Одни плюсы, вот реально, вот прям ветровка, москлев, короче. И у меня уже знакомые, многие купили, именно после того, что на меня ее увидели. И обращаю внимание на соответствие, не могу это не прокомментировать, соответствие цветов. Очень хорошо компания Сплав попала в, как сказать, в палитру, в гамму, в гамму и в палитру. Поэтому, я вот прям, вот, вот, смысл просто в том, что вот она меня прям вот, редко, на самом деле, вот, базальт зашел прямо, потому что я просто попал в очко, прям на серьезные, тяжелые тренировки с ним, и он прямо вывез все. И с ней я то же самое, вот был на нормальные мероприятия, таких прям хороших, и тоже она прям себя показала ни одной вот, ни одного момента, который бы хотелось бы, ну вот, а если бы, вот, значит, первомутровый пугунь. Вот все, вот в масть все, длина, не парусит особо, легкая, удобная, вентилируется неплохо, ну, несмотря на то, ну, понятно, 100% сил, не он, 100% не он, но все равно неплохо. И бегал я в ней, и что только не делал. Вот. Спасибо. Мы старались. Вам спасибо. Друзья, однозначно рекомендую, и тронку однозначно рекомендую. Экипируйтесь грамотно, до прибыли с вами силы, пока. До свидания.